На станциях новосибирского метро до 12 мая будут звучать песни военных лет. А какие из них любят и знают горожане? В филармонии решили провести небольшой социологический опрос. Волонтеры просили прохожих назвать любимую песню о войне и напеть ее. Лидия Захарова послушала и убедилась, тексты помнят не все новосибирцы. У волонтеров в гимнастерках и пилотках два вопроса. Какую песню о войне вы любите и можете ли ее напеть? Работать приходится в почти экстремальных условиях, холодно и град. Впрочем, многие новосибирцы готовы петь в любую погоду. Кому-то приходится помогать, а кто-то бы и раз петь до слов не помнит. Скромный платушек падал с обычных плеч. Китали яблоки и грушек. Папы! Выходила на берег Катюша. Махала. Махала и махала. Молодые новосибирцы, как правило, знают только название и несколько первых слов, а то и вовсе лишь примерный смысл песни. День победы и порохом пропах. У солдата девушка ушла, он ее ждал долго. Ну, таких тоже много. РНМ Новосибирска спасли люди более старшего возраста. Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. Это день победы, порохом пропах. Это радость со слезами на глазах. Мы выросли на этих песнях, которых сегодня очень не хватает, потому что песня, она помогает человеку быть лучше. Она заставляет его душу, его сердце соприкасаться с тем, что было. И почувствовать себя, наконец-то, общим. Вот частичка с вот этого большого народа. Волонтеры будут работать на улицах Новосибирска в течение четырех дней, а просить планирует около тысячи человек. Если подводить первые итоги, то самые популярные ответы – это «Катюша» и «День победы», что очень символично. И, конечно, эти песни обязательно прозвучат в праздничных концертах Новосибирской филармонии. Лидия Захарова, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск.